Приветствую вас. На самом деле, мне кажется, что такое бывает и бывает довольно частенько. Я, к сожалению, когда люди вступают в одни отношения, чувствуют, что у них не завершены другие отношения и впитывают чувство к своему партнеру, который, очевидно, находится в прошлом, но при этом забыть его со мной не получается. Я не придерживаюсь вот такой позиции, что человек это делает специально. Да, я не придерживаюсь такой позиции, что человек это делает кто-то нарушен, да, и так далее. Вот, ага, я думаю, что это происходит, к сожалению, это происходит, это бывало. И важно, знаете, не то, что вот вам делать с этим всем. Важно, что хочет мужчина делать с этим всем сам. Понимаете, какая штука вот, это важнее. Что хочет человек сам делать с тем, что с ним происходит и хочет вообще что-то делать. Понимаете? В моей практике в моем опыте были такие ситуации, когда, ну, тот или иной партнер в отношениях, да, имел какие-то вот незавершенные связи, незавершенные отношения эмоционально с другим партнером. И бывало так, что с одной стороны это было связано с тем, что вот его партнер позволял ему это делать, потому что он просто, ну, ну, человек, у которого были незавершенные отношения, да, имел такое убеждение, что его партнер, он, как бы, ну, полностью его понимает, полностью его поддерживает, вот, в том, что значит, ну, что с ним происходит, вот. И вообще-то я был очень сильно удивлённый, когда выяснялось, что оказывается человек страдает, и страдает, ну, довольно в системе. Довольно сильно страдает. Это был прямо шок. Да, шок, я говорю, боже, я не знаю, я не думал, вот. Поэтому первое, на что вот я вам рекомендую обратить внимание свое, да, это то, как вы обращаетесь вот с тем, что вам, там, условно говоря, обидно. Что вы с этим, что вы с этим делаете, с этим, вот, с этим, ну, с этим, с этим, с этим чувством, да, как вы с ним обращаетесь, вот. Ну, как вот, вы его выражаете, например, и выражаете ли вы его вообще, вот, потому что, если вы его не выражаете, выражаете его, условно говоря, там, ну, не знаю, там, на непонятном языке, на непонятном для мужчины языке, вот. То, ну, ничего, как бы, удивительного в том, что вас не слышат, нет, ничего удивительного в этом, нет. Ничего удивительного в том, что вас, ну, условно говоря, там, не смогут услышать, да, не смогут вас понять, нет, вот. Поэтому это очень важная штука, очень важный момент здесь. Вот. Дальше. Вам, как правило, вам, именно вам, делать ничего на самом деле и не нужно. То есть достаточно было бы, чтобы мужчина что-то делал сам, чтобы он сам хотел что-то делать, чтобы у него у самого было, ну, желание какое-то что-то менять, да, чтобы у него у самого была, ну, такая вот потребность. Что-то менять, что-то делать, ну, со своим, со своими чувствами, со своей болью, со своим, со своей, ну, незавершенностью, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря. Вот. И если, 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 если человек ничего не делает сам, вот, то в этом, ну, в этом может быть очень большая проблема. Вот. Потому что, с одной стороны, может быть, такая ситуация, что человек, в принципе, все устраивает, может быть, а с другой стороны, ну, может быть, такой момент, что человека не слишком сильно волнует то, что, ну, то, что вам хочется, то, что вы хотите. То, то, что, то, что для вас важны, ваши, например, чувства человеку не столь важны. Вот. Вот. И это, ну, не обязательно означает, что человек плохой какой-то, да. Вот. Это может означать, что он просто не знает о ваших чувствах, что вы просто не выражаете, не высказываете ему своих переживаний, своих переживаний в той мере, в той мере, в какой это, ну, нужно было бы сделать, например, да. Вот. Вот. Вы просто не знаете, невероятно, что делать вам с этой обидой. Вот. Ну, и вообще говоря, саму обиду, вот, саму обиду, само чувство обида, его, его, это чувство обида, нужно исследовать и, как бы, ну, более-менее адекватно выражать, чтобы оно вас не отравляло. Вот. Вот. Потому что само чувство обиды по себе, это нормально, вот, само чувство, ну, само по себе чувство обиды, это нормально, вот. Вот. Но. Но. Нужно уметь правильно его выражать, и нужно, ну, правильно, как бы, даже, даже не то, чтобы правильно, а адекватно его, ну, выражать, адекватно его, как бы, реализовывать. Вот. А если вы этого не делаете, ну, например, если вы ничего не делаете с чувством обиды, оно у вас, вот, просто есть, например, и все. Вот. Вот. То это, на самом деле, эээ, ну, весна, весна, печальна, это, на самом деле, очень привозный знак. А вот это говорит, что вы, это свидетельство в вододоме, что вы пренебрегаете собой, вот, и ждете, что человек, человек вами пренебрегать не будет. Вот. Еще, эээ, конечно, очень важен контекст. Что я имею ввиду? Под контекстом. Ну, под контекстом, я имею ввиду, эээ, вот, это честность между вами и мужчиной. Как она, эта честность, появилась, что послужило началом этой честности. Мы думаем, что он вам вот так откровенно рассказывает о том, что, эээ, ну, что он не забыл, эээ, еще свою предыдущую девушку. Да? Вот. Это вам достаточно. Как вы, эээ, к этому пришли? Ну, я хочу, эээ, чтобы вы, эээ, как вот, эээ, на этот вопрос постарались, эээ, себе ответить. Да? Потому что это, ну, это важно. Это реально. Такая вот история. Такой вот момент. Дальше. Дальше. Эээ, мы синимем. Тальше, вау. На, эээ, ну, 19-е. Эээ, и этот, этот тоже может, эээ, в какой-то степени иметь свою специфику. Эээ, потому что люди выбирают, эээ, партнера сильно старше, когда имеют определенные особенности. Ну, например, эээ, вы тяготеете, эээ, к мужчинам постарше, ээ, потому что с провестниками вам не очень, ээээ, скажем так, интересно и комфортно. Чем? А чем это может быть, связано, например, да? Ну, вот, ну просто, вот. С чем это может быть связано? С чем это может быть связано? Вот. Интересно? с чем это может быть связано. Интересно. Правило, это связано с контролем, как правило. Бывают, конечно, и другие моменты, и другие причины, да, бывают, конечно, и другие аспекты, но, как правило, это верность-контроль, как правило. Поэтому важно, чтобы вы на это тоже обратили свое внимание. Совершенно необязательно, что это означает, что вы мужчину не любите, но, по крайней мере, сделать ваши чувства к человеку более, ну, я бы так сказал, более чистым, более незаметненным. Вот. Это вполне возможно. И это будет, ну, на пользу вам и вашему партнеру тоже. Потому что так ваши отношения могут стать более, такими, интересными, более гармоничными, более, ну, более теплым-теплым, что ли. Я бы так, я бы так сказал. Вот. А вам, если вы, например, ну, допустим, если вы чувствуете, что, ну, к примеру, что он, если вы ощущаете, что у вас, помимо любви, вот, к человеку, да, есть, ну, есть еще что-то, помимо любви к человеку. Вот. Что вам это нужно, ну, обязательно, поисследовать. Потому что в противном случае, может быть, просто вы будете себя обманывать. И это тоже достаточно серьезный, я бы сказал, путь в никуда. Вот здесь. Последний раз, что я хочу обратить ваше внимание, Дарья. Я на это уже обращал внимание, но хотел бы сделать это еще раз. Потому что, считаю, это важно. Вы говорите, что мне очень обидно, вот вы пишите, мне очень обидно, а у меня такое чувство, что я никогда не смогу сказать в него такой же важный, неприятный, что он со мной думает о другой женщине. Вот. Мне кажется здесь, что ваша ошибка заключается в том, что вы пытаетесь сравняться с другой женщиной. А на самом деле, на самом деле, сравниваться с другой, сравниваться с другой женщиной вы не сможете, потому что вы уже другой человек. И вот этот факт, что вы другой человек, на мой взгляд, вам же игнорируется. И вы пытаетесь, вы пытаетесь сделать что? Подстроиться под потребностями мужчины. Это худшее, 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 что вы можете сделать, вот, для себя и для него. И это прямой путь в созависимые отношения. Если вы с созависимых отношения не хотите, вот, то я очень рекомендую вам потихонечку отказываться от... Попыток. Я бы сказал так. Попыток. Быть похожий на кого-то. Вот. И открывать в себе новые грани. Потому что с другим человеком вы не сравнитесь по той простой причине, что вы не он. А не потому что с вами что-то не так. Вот. Ага. Дальше. Вы пишете, что со мной думать о другой женщине, это обидно. Это вопрос ваших ожиданий. Вопрос того, что вы, вероятно, ну, вот, в какой-то степени идеализировали его и отказывались верить в то, что мужчина, ну, еще не совсем свободен. Вот. То есть здесь вы немножко оторвались, мне кажется, от той реальности, в которой живет мужчина. Больше полагалась на свою картина мира и в итоге немножечко прогадалась, конечно. Что, безусловно, весьма неприятная. Вот. Но реально. Потому что, понимаете, мужчина уже был таким, но вы отказывались это видеть. Есть причины, почему вы отказывались видеть его реальный образ. Есть причины, почему вы отказывались отказывались замечать то, что человек, например, не свободен. Я имею ввиду эмоционально. Вот. Нужно, на мой взгляд, постараться увидеть эти причины. Вот. Постараться заметить их. Это важно. Это важно. Важно замечать эти причины. Вот. Они вас делают тоже не свободны. И так. Как вы, я надеюсь, поняли, исходя из моего ответа, ключевых моментов вашей ситуации несколько. Первое. Это корректировать ваше взаимодействие с человеком. Пакс, пакс, чтобы, чтобы адекватно адекватно извещать его о том, что с вами происходит. Вообще. о том, чтобы он о том, чтобы он видел, что для вас о том, что он Таким образом, вы сможете увидеть его к себе отношения. Следующий момент. Следующий момент. Это как бы изучение, исследование своей собственной стороны взаимодействия с человеком. То есть, что это значит, со своей собственной стороны взаимодействие с человеком. Это значит, насколько я, ну вот, там, я не знаю, насколько я там корректно отношусь к ним, насколько я вижу реального человека, а не там, допустим, ну не обманывая себя, к примеру. Да? Вот. Это очень важно. Это очень важно для построения гармоничных отношений. Поэтому вы не сможете, не сможете двигаться дальше, не сможете быть счастливыми в отношениях. Вот. Это Лишь Только Общая Форма Вот Есть еще Несколько Нюансов Пока про их я не сказал Вот Например Есть Нюанс Святанный С вашей Жизнью То есть, ну вообще, в целом, насколько Интересно вам ваша жизнь, например, есть нюанс замечания, то есть как много вы замечаете в себе и в своём партнёре, да, то есть вот что вы видите, какие вы чувства испытываетесь и так далее. Это всё тоже очень важный момент, о которых, на мой взгляд, необходимо говорить исключительно в рамках индивидуальной беседы, исключительно в рамках психотерапии. И задача специалиста в данном случае мне видится максимальное освобождение вас от всяких негативных вещей, да, и максимальное приближение вас к тому, чтобы вы чувствовали себя свободным естественным человеком, вот, чтобы вы спокойно демонстрировали ему свои различные стороны характера, вот, и просто были собой, вот, не пытались быть кем-то, не пытались сравняться с кем-то, это заведомо проигрышный вариант, ну, потому что человек уже, он уже есть, он уже кем-то там стал, был, а вы, по сути, ну, вот, как бы, пытаетесь бороться, кстати, ну, немногим отличается, знаете, вот, борьбы с ветряными, ну, ветряными медницами, вот, ненамного это отличается, к сожалению, вот, поэтому очень жаль, если вы будете тратить на это свое время, но вам, я надеюсь, это дорого, вот, поэтому рекомендую вам на это обращать внимание, на то, что сказать, скажем, вот, все, на этом я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен, я надеюсь, что он дал вам пищу-пищу для размышлений, я надеюсь, что обратная связь, которая у вас появится в ответ на, значит, ну, на мой ответ, позволит вам начать процесс работы над собой, вот, я желаю вам всего еще раз доброго и удачи.